Счастье это когда ты любишь каждый день любишь жизнь любишь работу любишь свою семью счастье это умение дарить любовь всему миру для меня счастье это мой выбор это работа делать такой выбор быть счастливый каждый день когда есть возможность заниматься любимым делом когда тебя любят счастье это просыпаться каждое утро и радоваться каждому дню любить быть любимым и конечно же заниматься любимым делом счастье это когда счастливы те кого ты любишь и когда они есть те кого ты любишь когда ты отдаешь. Потому что как только ты становишься сам источником счастья для кого-то, оно тебе неминуемо возвращается. Все очень просто. Счастье, чтобы все твои родные, близкие, друзья были здоровы, чтобы не было войны и чтобы все улыбались. Что делает нас людьми? Это любовь в первую очередь. Это трудолюбие. Человечность делает нас людьми. Любовь друг к другу. И наверное, эмпатия в том числе. Желание развиваться и культура человеческая. Мы рождаемся людьми, но остаемся людьми благодаря нашим поступкам. Именно эта способность, то, что называют словом эмпатия, способность понять другого человека и делает нас людьми. Есть такие события в жизни, которые нельзя пропускать. Нужно видеть честность в глазах атлетов. Нужно слышать, как бьются сердца атлетов. Нужно чувствовать страсти атлетов. Всемирные зимние игры специальной олимпиады в 2022 году в Казани. Больше, чем спорт. Это событие, которое лечит души. В отношениях между людьми должна быть искренность, доверие, уважение, искренность в общении, в уважении и в чувствах. Не отчуждение, а наоборот эмпатия, приятие. Принятие того, что у другого человека есть такое же право на качели в парке и на весь этот мир, на всю эту жизнь, как и у вас, это норма. Не понимаешь, уже любовь. Я выросла рядом с моей младшей сестренкой Оксаной. У нее и целибральный паралич, очень глубокий аутизм. Для меня это очень близкая, очень важная история. Я понимаю этих людей, я понимаю, как им сложно. Мы не должны друг другу показывать, что мы какие-то особенные. Мы все одинаковые, мы все едины. И тогда, мне кажется, мы станем по-настоящему счастливым и здоровым обществом. Люди отводят глаза, когда им хочется это разведеть. Но разведеть они это хотят только потому, что они боятся и не знают. Поэтому задача специальной олимпиады, задача всех нас объяснить, рассказать и добиться того, чтобы люди не боялись. Они просто немножко стесняются и не понимают, как правильно себя вести. И мне кажется, большинство людей именно так делают. А не потому, что они как-то хотят игнорить их, или как-то они хотят показать, что вы не такие, как мы. Когда мы будем открыты, тогда мы сможем общаться. Когда люди могут найти общий язык, то они сразу, их общение идет по-другому. Они, у них горят глаза, они продолжают заканчивать друг за другом фразы, они чувствуют связь, даже если они только познакомились. И это огромное счастье, что мы удостоились такой возможности проводить игры специальной олимпиады в нашей стране. В моем родном городе в Казани, который я очень люблю. Мы иногда ноем. Чего мы-то ноем, если люди могут столько добиваться? Специальная олимпиада это про победу всех нас. Это про то, что мы становимся лучше, что наш мир становится лучше. В ней нет тщеславия, амбиции, гордыни, чего-то, что людей разъединяет. Они наоборот, все спортсмены друг друга поддерживают, все спортсмены друг друга наоборот подадривают. И в этом есть такое семейство спорта. В специальной олимпиаде каждый участник он уже победитель. Я обязательно приду на игры и буду поддерживать всех и каждого участника. Только через подобные состязания общество учится сопереживать, учится гуманизму и учится не черстветь. Поэтому это такое мощное лекарство, для всех людей, сидящих на трибуне. Переоценка, может, будет. И они посмотрят на эту жизнь другими глазами. Чувствую, что ты не один. Большая эмоция. Какое-то такое единение. И очень многие рядом со мной плакали. Хотя у меня там не было моей сестры, моей семьи, я плакала вместе с этими людьми, потому что я понимала, я могла разделить с ними этот момент счастья, когда они видят, что их сын или их брат или сестра, что это их момент, их момент победы, их момент торжества. я задумывался об этом и могу сказать, что не факт, что я бы смог бы предположим себя настроить так же коней, соревноваться, тренироваться, вперед идти. Это очень сильный дух люди. Самое сложное побороть страх. Они этот страх побороли. Это большое уважение вызывает. Когда ты видишь, чего достигают эти люди, что могут они, мне кажется, это окрыляет. Это герои, это настоящие борцы. В этих людях ты видишь столько доброты, целеустремленности, преодоления, силы воли. И многим людям нужно еще поучиться именно этим качествам и отношению к жизни. Меня зовут Ксения. Я приглашаю вас на Всемирные зимние игры специальной олимпиады в 2022 году в городе Казань, где вы увидите, что такое настоящие спортивные страсти.